На первый взгляд, волны этого моря плещатся так же волшебно, как и любые волны любого другого моря. И только следы, которые эти волны оставляют на всем, к чему прикасаются, и на пологих прибрежных камнях, и на крутых скалах, дают понять, о каком море идет речь. Знаменитое Мертвое море, которое в географическом отношении и не море вовсе, а озеро, постоянно одевает морские камни в белые соленые шапки. Это объясняется фантастическим составом морской воды на 33% состоящей из минералов. Весь восточный берег Мертвого моря принадлежит Иордании. Его северная часть, где впадает река Иордан, наиболее глубокая и достигает 380 метров. Целительные свойства Мертвого моря изучаются и в древле, и количество их растет, в то время как сам древний целитель нуждается в экстренной помощи и фиксирует скорость своего исчезновения горизонтальными следами горько-соленых слез. Последние исследования, проводимые учеными, показали, что море уже пересыхало дважды – 125 тысяч лет назад и совсем недавно – 13-14 тысяч лет назад. И вот опять море стоит на пороге своего исчезновения, и в этом ему активно помогают люди. Тысячелетиями уровень воды в море поддерживался за счет единственной впадающей в него реки Иордан, а теперь ее воду используют на орошении близлежащих территорий. Глубина Южного бассейна Мертвого моря, где ведется добыча минералов, уже сейчас не превышает 10 метров, и море продолжает уходить, обнажая ежегодно по метру береговой линии. Еще 20 лет назад школьники изучали географию здешних мест совершенно с другой картой Мертвого моря, и нереальным казалось предположение, что в недалеком будущем они смогут ходить по его дну. И в то же время так хочется надеяться, что смогут все-таки ученые разобраться, а государство договорится, как помочь Мертвому морю не умереть в третий раз, чтобы еще долгие тысячелетия могло человечество любоваться его фантастической красотой. Субтитры подогнал «Симон»